Здравствуйте, мои дорогие друзья! 13 ноября 2020 года. Сегодня мы с Рафаилом берем вас в путешествие. Путешествие это по делу. Мы едем на почту получать посылку. Едем мы в другой конец города. Мы живем на юге Иерусалима. Едем сегодня с вами на север Иерусалима. Вы спросите, боже мой, почему же так далеко находится почтовое отделение? Да дело в том, что у нас коронавирус. И, соответственно, все работает плохо. И вот почта по ошибке прислала нам посылку в другое отделение, находящееся на другом конце города. Мы, конечно, пытались дозвониться и пытались объясниться, но это бесполезно. Никто телефоны не берет, везде отвечают роботы, а они, как известно, ничем не помогут. И вот тогда мы решили отправиться в это путешествие, воспользоваться возможностью такой и отправиться на другой конец Иерусалима, в арабский район Бейтханина, на почту, куда попала наша посылка. А заодно показать вам северную часть Иерусалима. Сейчас мы ждем автобус, потом еще мы поедем на трамваи, так что покажем еще трамвай. Нас ждут потрясающие виды из окна и интересная новая часть Иерусалима, которую вы еще не видели. Оставайтесь с нами. Вот и наш автобус, который отвезет нас в центр города, а там на улице Яфы мы пересядем на трамвай. Конечно, на север Иерусалима можно добраться и двумя автобусами, но на трамвае удобнее, особенно в тот район Бейтханина, куда мы едем. Дорогие друзья, мы в автобусе, категорически нельзя снимать маски, поэтому мы в масках и немножко покажем вам, как выглядит израильский автобус. За проезд в автобусе нужно платить около двух долларов. Делается это при помощи пластиковой карточки, которая называется у нас РАВКАВ, что в переводе означает множественные линии, то есть полтора часа, заплатив один раз, ты можешь менять транспорт сколько угодно. Автобусами в Израиле владеет вторая по величине в мире автобусная компания, ну и, естественно, самая большая у нас, которая называется Эгет. Мы проезжаем с вами мимо парка Колокола слева, из которого как-то раз мы делали блог, и едем по улице Кэрена-Эсот, Кинг-Джордж и к улице Яфо. Мы вышли на улице Кинг-Джордж и спешим к перекрестку с улицей Яфо. Это самый-самый центр западного, то есть современного Иерусалима. Об улице Яфо и об этом перекрестке есть экскурсия моя на Топосе, называется Древняя паломническая дорога. Вот как раз-таки знаменитая пекарня Нейман, которая тоже там упоминается. И прямо завернув за угол, мы видим трамвайную остановку. Вот это и есть улица Яфо. Если идти по ней дальше вперед, вы придете к старому городу. Ну, а нам нужно сесть на трамвай. И вот как раз нам не пришлось долго ждать, он быстренько подошел. Прошел, мы садимся. Вот эти трамвайчики изготовили во Франции. Прежде чем трамвай запустили, естественно, прокладывали рельсы. И все иерусалимцы ужасно ругали муниципалитет. Весь город был перекопан, и было совершенно непонятно, ради чего все это нужно. Когда трамвай пустили, то уже как-то не сразу иерусалимцы привыкли, но сейчас уже без него своей жизни не представляем. Это совсем, конечно, другое дело. И, как вы видите, отличие от автобуса очень сильное. Чисто, красиво. За неуплату 180 шекелей штраф. И обязательно нужно надеть маску. Маски у нас требуются везде и повсюду, и за это тоже здорово штрафуют. Мы проезжаем мимо муниципалитета, площадь Сафра, и совсем скоро уже увидим старый город. В автобусе можно увидеть всех религиозных евреев, мусульман и даже православных монахий. Нет, мы с матушкой Верой не договаривались о том, что она специально войдет в трамвай именно во время съемки блога. Здравствуйте. Мы тоже пользуемся общественным транспортом, как и все. Вот такая неожиданная встреча у нас. Канья Господь, здравия, спасения. Травайчик наш бежит мимо стен старого города, и сейчас мы с вами увидим новые ворота. Едем же мы по дороге, которая называется Квиш-Миспар-Эхат, или дорога номер один. Почему так называется, сейчас расскажу. А пока давайте поглядим на новые ворота. Вот через них мы попадаем в христианский квартал и к гробу Господню. Так вот, дорога называется так потому, что с 1948 по 1967 год здесь пролегала граница между Израилем и Иорданией. Все, что по правую сторону, на которую мы сейчас смотрим, старый город и весь восточный Иерусалим принадлежал Иордании. А по левую сторону дороги, вот здесь, как раз располагалось новое уже теперь государство Израиль молодое. И как раз, где идут трамвайные пути, сейчас шла граница, и переход на ту сторону был крайне-крайне труден. Сейчас же по правую сторону старый город, восточный Иерусалим, по-прежнему преимущественно занят арабами, но, правда, уже гражданами Израиля. В израильском автобусе и трамвае поражает то, что некоторые люди говорят по телефону так, как будто находятся в собственной гостиной. А вот и проверяющие, тех, у кого не пробит ровкаф, штрафуют 180 шекелей. Поделите на 3,4, и вы на 3,40, и вы узнаете, сколько это в долларах. А вот контролер выдает штраф за неоплаченный проезд. Судя по разговору, у этой женщины этот штраф уже не первый. Она в трамвае попрошайничала, шекели собирала, хотя не производит впечатление сильно бедной женщины, но, видимо, не совсем здоровая, может быть, наркоманка. Мы ее часто в центре города видим. Такие вот наши типичные иерусалимские сумасшедшие. Ну, а за окошком чудные совершенно осенние пейзажи. Мы едем по дороге номер 1 в северном направлении. Очень-очень сейчас красиво в Иерусалиме. Много европейских деревьев, которые дают желтые листики нам. И сейчас мы увидим знаменитую статую, которая называется «Вера». Сделал ее один американский скульптор и хотел выразить ей ту мысль, что в Иерусалиме, мол, разные религии, разные знания о Боге, как разные геометрические фигуры, составляют одно целое. И если на эту скульптуру смотреть с разных точек, то она по-разному и выглядит. Еще один момент – вот эта скульптура. Называют ее в народе «белая скульптура» – «Песельхалаван», ну, а правильно называется она «Имуна», то есть «Вера». Мы же с вами подъезжаем к мосту, за которым виднеется район Гивацерфатит или по-русски французский холм. Очень уютный район, к сожалению, известный большим количеством терактов, которые здесь были во время последней антифады. Вот поворот как раз под мостом, въезд в этот красивейший район Иерусалима. И наш с вами трамвайчик уже въезжает постепенно. Справа на горке – это дома французского холма, а наш трамвайчик въезжает в Шуафат. Следом пойдет район Бейтханина, в который мы, собственно, и едем. Вот эти места у меня ассоциируются с вкусными импортными сырами и колбасами. Почему? Я расскажу немножко позже. А пока... У нас с вами еще есть пара минут в пути, и я хочу воспользоваться временем и сказать вам, пока не забыла, что ждет нас в эти выходные на Топусе. Нас опять ждут замечательные бесплатные онлайн-лекции с презентациями. В субботу в 15.00 по московскому времени вас ждет лекция Ирины Гординской «Кухня Италии. Кулинарная сказка». Это не просто лекция, это солидная видеопрезентация с рассказом о разных районах Италии, о кухне Италии. И я хочу вам показать небольшой трейлер, который Ирина прислала нам. Королева Болони, Морсаделла у нас вот традициональная. А это у вас кулателло? Это кулателло, да. Это сказка, да? Это сказка, это сами говорите. Добрый день, дорогие путешественники. Я Ирина, гид по Италии. В эту субботу приглашаю вас на видео-лекцию о вкусной Италии. Мы подробно разберем кухню и гастрономические особенности двух регионов – Ломбардии и Эмилии Романима. Мы посетим рынки, рестораны и даже сыроварню высоко в Альпах. А в конце я научу вас готовить одно вкусное итальянское блюдо. До встречи в субботу в клубе путешественников ТОПУС. Ну вот мы и приехали в Бетханино. Сейчас побежим искать почту, потому что она скоро закрывается. Получим посылку, покажем вам, а потом расскажем об этом районе. Для нас с Рафаэлом очень много связано с Бетханиной, и очень хочется всем поделиться. Так что вперед, в путь! Так, нам надо Бетханино. Какой номер? 45. А это 123. Мама дорогая, чувствую, придется нам пробежаться сегодня. Бетханино находится на самом севере Иерусалима. А это, по сути дела, дорога в Рамалу. Рамала – столица палестинской автономии. Часто ее называют в русских новостях Рамалаха. На самом деле город называется Рамала. И вот, если по этой дороге, в которой мы сейчас бежим в поисках почты, ехать дальше вперед, приедешь к чек-посту, и там уже начнется палестинская автономия и, соответственно, Рамала. Это совсем-совсем рядом. Рамала даже виднеется вдали. Ну вот, мы идем сейчас в сторону с севера, да, с юга на север. Недалеко отсюда будет блокпост. Лагерь беженцев – Колландия. Дальше уже это город Рамала или Рамалах. Совсем рядом можно было бы пешком ходить. В Бет-Ханине живут в основном обеспеченные арабы, израильтяне, то есть арабы, имеющие израильское гражданство. И это район такой, знаете, дорогой район, где очень красивые виллы, дома, множество магазинов всевозможных. Кафушек тоже, кстати, в последнее время открылось прилично. Здесь есть частный роддом. Семейство Дижане его держит, где я родила свою первую дочку Марту. Как я и обещала, немножко начинаем рассказывать о том, что же связывает нашу семью с этим районом. Ну, во-первых, вы уже узнали, что здесь родилась наша маленькая Марта. В этом районе, в частном роддоме Дижане. Кроме того, моя семья еще задолго до моего замужества жила в соседнем от Бет-Ханине районе Пизгадзееве. Там живут преимущественно евреи и израильтяне, русские израильтяне тоже. И вот по субботам, когда все магазины, супермаркеты, все закрыто, мы, как и многие другие пизгадзеевцы, ходили пешочком в Бет-Ханину за какими-то продуктами, за какими-то сладостями арабскими, в дешевые хозяйственные магазинчики, которые тогда здесь были. Сейчас цены в последнее время очень здесь выросли. Да и просто погулять, потому что, вот не поверите, 10 минут пешком отсюда, израильский район, еврейский район Пизгадзеев или другой соседний Невояков. А здесь арабский район. Вот совершенно разная жизнь, разный колорит, разные товары даже. Ты буквально можешь чувствовать себя за границей. Так что уже тогда, задолго до знакомства с моим мужем, я очень полюбила этот район. И мы любили здесь просто по субботам, по выходным дням с родителями гулять. Но этим дело не кончилось. В дальнейшем нас связала работа с этим районом. А вот какая, скоро расскажу. Сейчас, прошу прощения, ищем почту. Вот нам 45 педальщиков. В общем, как говорят у нас в Израиле в таких случаях, чтобы они были здоровы, отправить посылку совершенно в другой конец города. Дозвониться же на почту просто невозможно. Так что вот мы уже почти что час в пути, в поисках своей драгоценной посылочки. А откуда посылочка? Сейчас увидите на почте. Ну и чего? Это какой номер сейчас? 57, смотри. Ничего не понятно, ощущение, что такого номера просто нет. Ищем-ищем, уже и в пекарне спросили, и в овощном спросили. Все нас куда-то посылают. О, нет, это не здесь. Видим почту, но, по-моему, она закрыта. Вот так нынче постпочта обслуживает, как какой-то подпольный склад. О, спасибо. Получили! Ура! Знаете, что это? Это Next. У вас в России покупают одежду в Next? Вот у нас в Израиле почти все покупают, потому что гораздо дешевле, чем у нас, красивее. Это замечательный английский магазин, интернет-магазин. Эх, если бы они мне сейчас комиссионные заплатили за рекламу Next. Я вам говорю от души, мы, правда, пользуемся, потому что для девчонок одежда гораздо и дешевле, и красивее. И раньше это за 4 дня приходило в Израиль. Сейчас мы ждали месяц, и вот она, долгожданная посылочка со штанами и кофточками всех размеров и возрастов. Вот такие дела. Ну, теперь, как обещали, не торопясь, с толком, с чувством, с расстановкой о бейтханине. То есть в наши дни Иерусалим, то есть территория муниципалитетного Иерусалимского округа, это фактически почти от Рамалы до Вифлеема, то есть от севера до юга. Мы находимся сейчас в Одон, один из северных палестинских районов Иерусалима. Да, немножко сложно, потому что мы в Израиле, но это, в принципе, палестинский район. Что это означает? Это означает, что население здесь в основном арабоязычное. Магазины здесь тоже, знаки, все по-арабски. И, как я уже сказал, мы недалеко от Рамалы. Так что с библейской точки зрения, если бы я начал здесь не современные экскурсии или политические экскурсии, а, скажем, библейские экскурсии, мы находимся уже на территории колена Вениаминова. Вениаминова колена и Юдина колена. Как раз царь Давид основал Иерусалим между территорией Юдина и Вениаминова, чтобы объединить нации. Это то, что описано в Священном Писании в Библии. И я совсем как бы забыл, как здесь прекрасно на самом деле ходить. Во-первых, улица очень удобная. Тротуар. То, что особенно в Израиле есть большая проблема с тротуарами. То есть, получается, вот этот район Бейт-Ханина, он был продуман изначально как район для... Удобный для жизни и удобный для покупок такой довольно в каком-то смысле буржуанский. Хоть характер тут меняется из-за того, что строятся новые дома, новые проекты, приезжают люди из разных мест. Но в основном контингент Бейт-Ханины считается в основном, в принципе, хорошим. Да, здесь люди образованные. Здесь бывает еще и людей из Европы, которые также живут здесь среди палестинцев. Так что мы с Анной очень любили здесь гулять вместе, когда мы только что познакомились. Мне это было очень приятно. До Анны я сюда ходил иногда просто с моим другом, с Димой, потому что он жил в районе Невияков, который тоже находится фактически в Рамалах. В Рамалах это какая-то израильская часть. И по субботам все магазины закрыты. Так что нам пришлось ходить сюда, в магазин, где Джафар. А оказывается, что вот этот Джафар, он был еще и ваш партнер. Я об этом совсем ничего не знал, что Анна торговалась с Джафаром, с ее папой как бы, да? В тот же самый период времени, когда Рафаил ходил сюда со своим другом Димой, музыкантом из Невиякова, я совершенно ничего не знала и не подозревала ни о Рафаиле, ни тем более о его друзьях. Мои родители, которые вынуждены остались в Израиле, я уже об этом как-то рассказывала, у папы был очень большой бизнес в Москве, а потом стал очень-очень маленький в Израиле, а потом совсем ничего. Так вот, мои родители отчаянно боролись за выживание здесь, мы вынуждены остались в стране. Опять же, об этом у меня были выпуски блога, сейчас не буду повторяться, вы всю эту историю уже давно знаете. Так вот, чем занялся мой отец? Он решил заниматься импортом продуктов питания. Были партнеры у него, и вот мы стали привозить в Израиль греческие оливки, оливковое масло, майонез, а что-то мы закупали на складах у своих партнеров и развозили по магазинам. Но в Израиле есть такая проблема. Для того, чтобы торговать с израильскими магазинами, супермаркетами и так далее, нужно, чтобы продукты были кошерными. Это стоит очень много денег, чтобы Равин дал разрешение на торговлю. И вот, соответственно, мои родители такого разрешения не имели, и поэтому тратить деньги тоже на это было невозможно. И мы решили, что мы будем просто-напросто торговать теми, кому этот теудат кашрут, то есть удостоверение о кошерности пищи, не актуально, не нужно. То есть с русскими магазинами деликатесными и, конечно, с арабскими магазинами. И вот здесь, в Бетханини, у нас были партнеры. Это были и крупные продуктовые склады, и супермаркеты, и просто магазинчики. Бизнес был очень слабый. На самом-то деле мы никаких миллионов не зарабатывали. Кое-как сводили концы с концами. Мои родители сами мотались с каталогом, предлагали товары. Я тоже ездила с ними, сидела в компьютере и искала хороших поставщиков за границей. У нас были партнеры, которые помогали нам, конечно, финансово привезти сюда эти контейнеры с продуктами, потому что это очень большой расход. В общем, жизнь была совершенно другой. Временами мне даже приходилось продавать продукты просто из машины. Вот настолько нужда была сильная, что я была продавец, который стоял очаровать, но улыбаясь в шортиках, в маечке тогда, около капота машины, и мы продавали какие-то товары просто даже людям во дворах. Это было очень забавно. Сейчас для меня это так странно вспомнить, но факт. Так вот, много часов и дней проводили мы здесь в Бейтханине. И как мы не встретились с Рафаилом, моего другом Димой, не знаю, Богу известно, но мы буквально ходили с ним по одним и тем же улицам, притом годами. И не встречались до определенного момента. Вот такой романтический район Бейтханина. Но это еще не все. Дальше больше. Пойдемте. Общаясь с арабскими торговцами, работая с ними, мы нашли немало друзей, мы узнали народ Палестины, мы познакомились с палестинцами. Это был потрясающий опыт. Я тогда не знала, что мне придется много-много лет работать с Саидом Аттуном, нашим бессменным водителем, и по 12 часов в день слушать арабскую речь и переживать и пробки, и аварии, и температуру, и давление, и много чего. Бок о бок с арабом-палестинцем, который стал не просто другом, буквально родным дядей нашей семьи. Тогда я этого ничего не знала. Я только знакомилась с арабами, с их менталитетом, узнавала разницу между мусульманами и христианами. Мы с удивлением увидели, что мусульмане намного более традиционные, чем христиане. И нам это очень импонировало, потому что наша семья, еще мои родители, всегда очень трепетно относились к любым народным традициям, и к таким людям, которые эти традиции хранят, и любят, и знают. И вот среди этих арабских торговцев, я помню, был замечательный человек, его звали Джамаль, он был хозяином большого супермаркета и увлекался астрономией. Он, кстати, поставил мне тогда в компьютер программу планетарии, которой у меня не было, а он меня научил ей даже пользоваться. Кроме того, он был очень верующий мусульманин, притом проживший 11 лет на Аляске, вернувшийся сюда, знавший свободно поэтому английский язык и ведущий совершенно такой традиционный мусульманский образ жизни у себя в семье, который у него сочетался как-то со знанием и английского языка, и английской литературой с увлечением астрономии. То есть человек очень интересный. Тот же Джафар, это был потомственный торговец, мы тоже общались с ним, бывали у него на складе не раз и в офисе, конечно. Это такие корифеи бизнеса здесь. Люди, как правило, и образованные, и одновременно очень традиционные. Это такое интересное сочетание у палестинцев. И, кстати, в общем-то, этим же отличаются и христиане, хотя они более западные, бесспорно. И вот так Господь устроил, что впоследствии наша вся работа с паломниками базировалась на компании Universal. Это старейшая туристическая компания Иерусалима. Она была основана еще в 64-м году господином Наймом Тарази, ныне покойным. Это наши православные арабы-христиане. И вот как раз здесь их дом. И мы бывали, естественно, у них в гостях. В основном, последние годы мы работали, конечно, с сыном Найма Саммером. Православный телеканал Союз и компания Universal представляют проект Паломники онлайн. И тоже ни один фунт, ни один путь соли съели. Туризм без этого немыслим. Это тяжелая работа. Масса бывает непредсказуемых ситуаций, проблем. То есть компания Universal была в течение 12 лет эксклюзивным представителем Радони Жена Святой Земле и главной принимающей стороной. Ну, а мы были сотрудники, партнеры, и все сразу. Тоже очень близко дружили, общались с этой семьей. Сейчас, к сожалению, меньше, потому что всех сейчас свои трудности, заботы с этим коронавирусом связаны, но мы по-прежнему на связи и с Саммером, и с его сестрой Марго, которые теперь, собственно, занимаются компанией после того, как папа уже отошел отдел, а потом и приставился. Наем, наем Тарзи. Может быть, вы помните его по передачам Союза, пожилой, такой импозантный джентльмен. Ему было 92, когда он умер, и почти до последнего сохранял ясность ума и чудесно пел. Он всю жизнь был регентом церковного хора у себя на приходе. То есть я могу сказать, что мое знакомство с арабским миром, с арабами всегда было связано с этим районом. Вот так интересно. Ну, очень интересно, на самом деле, как этот район возник. Дело в том, что, ну, конечно, в древности, в римском периоде всегда были кое-какие населенные пункты здесь. К сожалению, это все под цементом, под землей сейчас находится. Однако, когда стали выложить рельсы для трамвая, так как раз по тому самому трамваю, где мы только что катались, они нашли здесь, обнаруживали целые поселения времен римлян, времен древнего Израиля. Так что, эта территория всегда была как-то населена, потому что паломники шли как раз отсюда, в старый город, ко гробу Господню, через Самарию, через Себастье. И это как раз та самая дорога, которая называется Наблусовская дорога или Иерусалима-Наблусовская дорога. Так что, мы по этой дороге ходим. Но, в 20 веке, когда появились эти дома, они появились в основном в 50-е годы. Дело в том, что в 48 году, как мы уже много-много раз вам говорили, как у нас будет эта история еще повторяться в других выпусках и в других видеоэкскурсиях, что те районы, где мы живем, например, сейчас, Анна, Катамон, Сен-Симон, немецкая колония, Бака, это разные районы, которые находятся в пешем расстоянии от нашего дома. После 48 года все жители этих районов, просто их земля была, все было раскулачено, как бы можно сказать, все забрали израилетяне и, соответственно, много уехали в изгнание или за границу. А кто-то решил все-таки остаться на Иорданской территории Иерусалима. Так что, вот это и есть часть Иорданской территории Иерусалима. Так что, в 50-е годы люди потихонечку стали здесь строить вот эти дома. Много из них сейчас перестраиваются по-другому, добавляют какие-то вторые, третьи, четвертые этажи. Тоже это нелегко получить лицензии на это. Но изначально, да, эти дома были построены людьми, которые должны были сбежать или из районов около старого города, или из Бака, или из Толбии. Районы, которые в наши дни чисто израильские, но арабские дома там так и остались. А вот, посмотрите, какой потрясающий вид. Это вид на запад. Вот за этими горами уже начинается Средиземное море. Это Рамот. Да, мы смотрим на район Рамот, родина, пророка, Самуила. Вот на этих горах, которые перед вами. Вот такие девочки, студентки, арабки. Видите, почему у нее нет сумки или рюкзака? Точнее, есть, но почему тетради она держит в руках? Дело в том, что арабов-палестинцев очень сурово проверяет обычно контроль безопасности, когда они переходят чек-посты. И часто наши студентки, вот у этой есть сумочка, но это редкость, значит, она просто сегодня не собирается переходить границу с палестинской автономией. А так наши студентки-арабки всегда, и студенты-мальчики тоже носят тетради просто в руках, потому что могут заподозрить, что в сумке бомба или взрывчатка и будет длительный досмотр на чек-посте, поэтому они, чтобы ускорить себе проход этих мытарств, ходят без сумок. Ну, в данном случае здесь девочка просто по привычке держит, видите, в руках все свои папки. Вот таких студенток можно видеть в автобусах рано утром, едущих на занятия. В Рамалу здесь на остановках, вот на таких они стоят. Некоторые в джинсах, это значит, они христианки. Вот девочка, которую мы сейчас видели, вот эта девочка, это христианки. А если они в хиджабах и в длинных платьях или просто в хиджабах и в брюках, то это мусульманки. Но обязательно тетрадки будут в руках, без сумок и рюкзаков. Вот такая любопытная, отличительная черта. Вот идет женщина, совершенно традиционно одетая, да, мусульманка. Здесь можно видеть и тех, и других. В Бетханини живут и христиане, и мусульмане, бок о бок. У арабов вообще нет проблем между христианами и мусульманами. Они живут достаточно дружно. Ну вот, а закончить мы сегодняшнюю экскурсию хотим вот этим зданием за моей спиной. Сейчас там детский садик или школа. А 12 лет назад это был частный роддом, которым владело семейство дижани. Это очень известное аристократическое арабское семейство. У нас длинно сейчас о них рассказывать, но вот один из дижани был известным врачом, основал эту больницу небольшую семейную. И здесь был семейный роддом. Почему я рождалась здесь? Да потому что у меня не было гражданства. И в израильской больнице мне ничего не светило, только если за очень большие деньги. И поэтому я рождалась здесь, в частном роддоме. И наша маленькая Марта, когда ее спрашивали, Мартушка, ты где родилась? Вместо в Иерусалиме она говорила в дижании. Вот на этом мы с вами сегодня попрощаемся, мои дорогие. Мы вас сердечно целуем и обнимаем. До скорых, скорых встреч!